В Кубке Испании состоялись матчи 1-16 финала. Вот их результаты. Аутсайдер 3-й по силе Испанской Лиги Сигунды Би Эбро уступает Валенсия 1-2. Команда хозяев большую часть игры играла в меньшинстве. У Валенсии 2 мяча записал Санти Мина. Это его первая игра после месячного отсутствия. Ну и поздравляем Валенсию. После 5 ничьих подряд они наконец-то выиграли. Седьмая команда Примера Леванта не смогла обыграть Луго 1-1. Луго играет на 1 дивизион ниже в Сигунде. В позапрошлом сезоне Леванта и Луго играли в одной лиге. И тогда выиграли по разу друг у друга. У Леванта 5-матчевая беспроигрышная серия. Лиганес Райо Валикану. Это клубы высшего дивизиона. И они сыграли в ничью. И оставили выяснение сильнейшего на вторую игру. Да, на этой стадии противостояние состоит из двух матчей. Энн Несери сделал дубль за Лиганес. У Райо выделим Альваро Гарсио. У него матчи гол плюс пас. В чемпионате 3 недели назад выиграл Лиганес 1-0. Сан-Андрео Атлетико. Мадридцам все равно, у кого выигрывать, лишь бы со счетом 1-0. В этой игре забил Жельсон Мартинш, который по ряду причин играл на протяжении 6 игр больше месяца. Сан-Андрео эта команда и вовсе из 4-го по силе дивизиона Терсера. Эти клубы играли между собой 5 лет назад в Кубке. И по сумме двух игр 6-1 выиграл Атлетико. Атлетик Бильбао ОСК. Матч перенесен на 28 ноября. В Кубке английской лиги тоже была одна игра перенесена. Про английские результаты будет ссылка вверху и в конце. Малознакомая Мелилья уступает Реалу 0-4. Это была их первая игра в истории. Мадридцам нужно было победить и они выставили сильный и оптимальный состав на игру. Забивали. Бензима, Асенсио, Адриасоло, Гонсалес. По Адриасолу еще две голевые передачи. Столько же голевых передач и у дебютанта Венисиуса Джуниора. Откуда Мелилья? Третий дивизион Сегунда Би. Она три игры не побеждает. Кордоба из Сегунды уступает Хитафе 1-2. Все голы на счету игроков Хитафе. Сначала они забили сами себе, а затем дважды расписался и вырвал волевую победу Хайми Мата. Он забил в конце каждого из таймов. Хитафе побеждает в своей третьей игре к ряду. Все идет к тому, что Кордоба понизится в классе. В Сегунде она последняя. Два клуба премьеры победителя не выявили. Алавес Жерона 2-2. Причем Жерона отыгралась аж на шестой добавленной минуте. Можно выделить в составе Алавеса Бургуя, который сделал две голевые передачи в матче. В новом чемпионате эти команды еще между собой не играли. Малерка Валя Долит 1-2. Как мы видим, пока хозяева не побеждали. Дубль в игре у итальянца Даниэля Верди. В прошлом туре чемпионата он также забивал. Позапрошлом сезоне обе команды играли в Сегунде, где дважды побеждал Валя Долит. Сейчас этот клуб не уступает уже 7 матчей подряд. Культурал Лионеза уступает Барсе без Лионеля 0-1. Единственный гол во встрече записал на свой счет французский защитник Лиман Ленгле. Гол он забил аж на 91-й минуте. Лионеза заработала в игре 8 желтых карточек. Две с них превратились в одну красную. Это случилось уже после гола. Бразилец Малком вышел в стартовом составе Барселоны. Он не играл месяц. Последний раз Лионеза проигрывала 7 игр назад в второй команде Реала Мадрида в Сегунде Би. Барса же 7 игр не проигрывает. Барса и Лионеза между собой играли в кубки аж 9 лет назад. По сумме двух игр был счет 9-0. Сами знаете в чью пользу. И вот победа клуба из низшего дивизиона. Спортинг Хихон одолел Эйбар 2-0. И значительно повысил свои шансы на проход. Пятую игру Спортинг не уступает. А Эйбар третью не может выиграть. Валиновенцы Севилья играют 0-0. Это главное разочарование кубка. Валиновенцы по сути на два класса ниже Севильи. Клуб Аутсайдер Сегунде Би. Мы будем считать, что в ответной игре Севилья выиграет. Сельдь Реалса съедат. Игры клуба в премеры. Для Яго Аспаса это уже 9-й гол в сезоне. Во всех турнирах, где играет его Сельда. Последний раз они играли между собой в январе. И тогда победила Сельда. Алмерия Вилья Реал. Выдали результативный матч 3-3. И вновь клуб премеры не выигрывает. Выделим игрока Альмерии Гасаму. Который сделал дубль в самой концовке игры. И спас свой клуб от поражения. Вилья Реал все свои три мяча забил в течении 15 минут. Последний раз клуб играли 3 года назад. И также сыграли в ничью 0-0. Кадис из Сегунды обыграл Эспаньол 2-1 на своем поле. Уже на первой минуте был забит первый гол. Это серп Лейкич. В этом же первом тайме были забиты 2 других мяча. 12 лет эти клубы не встречались ни в кубке, ни в чемпионате. Больше месяца Эспаньол не проигрывал. И Рассинг Бетис. Уже на шестой минуте Лион забивает с пенальти за Бетис. И это единственный мяч в игре. Рассинг не выигрывает у Бетиса с 2011 года. Мы только что посмотрели первый матч 1-16. Ответные игры пройдут в начале декабря. Про прозвище английских клубов рекомендую посмотреть выпуск на спортивном. И рекомендую поставить лайк. Услышимся!